Сначала было только 7, сегодня уже 21. В детском доме номер 2 в Биробиджане продолжается реализация программы профессионального обучения садовод-овощевод. По инициативе директора Дианы Яниной в прошлом году детдом успешно получил лицензию на осуществление подобных программ, что существенно поможет будущей социализации воспитанников. Профессия, которую мы уже начали реализовывать, это первая профессия, первоначальная подготовка спасателей, вторая это садовод-овощевод, также мастер ногтевого сервиса и профессия, которая касается необходимости работы в лагере. Это профессия вожатый. Все данные профессии работают по программе 256 часов. С наступлением сезона возобновили активные занятия садоводов-овощеводов. За время, отведенное на прохождение курса, воспитанники успеют вырастить свой первый урожай. Тем более, что огород разработан, теплицы построены. Итоги прошлого года приятно порадовали. С июля по сентябрь детский дом был обеспечен зеленью и овощами. Кроме того, воспитанники даже сами научились закручивать банки. Некоторые садили огурцы, может быть, бывают и овощи какие-то, фрукты, помидоры. А я редиску вообще посадил. Проросла хорошо, что вкусно. Собранный урожай помог разнообразить рацион не только для ребят детского дома. Воспитанники принимали активное участие в поддержке наших бойцов, участников специальной военной операции. Мы готовили обеды для бойцов, которые уходили на СВО. И в обеды включали наши заготовки. То есть это соленые огурцы, лечо, аджику, что очень понравилось бойцам, потому что, ну, когда далеко от дома, конечно же, это, ну, очень приятно получить такое, тем более от ребят из детского дома. По окончании обучения каждый ребенок получает документ особого образца, свидетельство о прохождении программы садовод-овощевод. Документ позволит в дальнейшем работать в уже действующих крестьянско-фермерских хозяйствах. Вячеслав Пасманек, Кирилл Богаченко, Новости 21.